здравствуйте уважаемые подписчики и зрители нашего канала как посадить томаты на рассаду феврале сегодня на простом языке расскажу все секреты посадки для приземистой и крепкой рассады конечно велосипед изобретать не будем как по мне обычная классическая посадка плюс несколько современных препаратов и рассада будет шикарная феврале как правило сажают на рассаду в южных регионах но есть и те кто хочет чтобы урожай начал поспевать пораньше я тоже отношусь к их числу если не посажу рассаду феврале то чувствую себя неуютно знаете что рассада томатов не любит глинистую тяжелую кислую почву а также свежий навоз и загущенные посадки поэтому постарайтесь избегать этого начнем с земли это очень важная часть посадки и многие ее пропускают просто сажая в покупной грунт так сделать конечно можно но садовод который любит свое дело постарается почвосмесь обеззаразить и улучшить чтобы минимизировать риск потери рассады в будущем начнем по традиции с кислотности грунта надеюсь вы уже знаете что если грунт под рассаду будет слишком кислый или наоборот щелочной то хорошей рассады не ждите корни не смогут полноценно усваивать элементы питания самая идеальная кислотность для рассады томатов это 6 ph но и в грунте с показателями от пяти с половиной до шести с половиной ph томаты себя неплохо чувствуют но как только показатели отклоняются от нормы начинаются болезни поэтому с помощью замерителя кислотности узнаем цифры и если грунт кислый то добавляем доломитовую муку если щелочной то проливаем водой с уксусом что же еще добавить в грунт согласитесь хочется намешать в землю под рассаду всего да побольше но и это может плохо закончится поэтому от себя тиной лучше не заниматься мой богатый опыт в этом деле состоит полностью из метод проб и ошибок поэтому я знаю что домашняя томатная рассада очень любит наличие в земле торфа перегноя просеянного песка молотую скорлупу от яиц любые м препараты микоризу молотую шелуху от лука бакаши диатомитовую муку и это далеко не полный список наличие хотя бы некоторых компонентов в почвосмеси гарантируют хорошие крепкие растения как буду делать я в этом году я добавлю на каждый килограмм земли по одной столовой ложечки бакаши молотой яичной скорлупы перемолотой луковой шелухи 3 столовые ложки песка и половину столовой ложки диатомита в порошке если вы смотрите мои видео то знаете для чего нужен каждый из этих компонентов в дальнейшем при посадке я добавляю немного микоризы в каждую лунку растениям очень нравится и они совсем не болеют а также быстро приживаются и хорошо растут как вы знаете мои видео короткие и информативные но об этой теме я могу говорить бесконечно поэтому получается слегка затянуто хотя рассказываю лишь об основных моментах далее идет подготовка семян знаю многие садоводы ни в чем не замачивают и ничем не обрабатывают но это до поры до времени лучше перестраховаться и обеззаразить в марганцовке спирт или хлоргексидине замочив семена на 30 минут а после этого замочите на 5-6 часов в одном из стимуляторов роста подойдут эпин циркон хлорелла сокалоя энерген гетероауксин или эко сил вот и все осталось дело за малым а именно осуществить посадку сажать можно в общую тару или по индивидуальным горшочкам это решать только вам никак на урожайности состояние рассады не повлияет а вот то что вместо грубого полива нужно использовать домашний пульверизатор сказать нужно при таком способе внесения воды земля не забивается поэтому нежным корням легче расти семена сажаем на глубину до 1 сантиметра между семенами расстояние не меньше трех сантиметров затем заворачиваем лотки с посадками в пищевую пленку это нужно для парникового эффекта и ставим в теплое место с температуры 24 26 градусов сходы появляются примерно через пять-семь дней максимум 15 дней как рассада взойдет понижаем температуру до 21 23 градусов это нужно для того чтобы растения не вытягивались следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях а также не забудьте заглянуть в описании под видео там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет магазины всего вам доброго ваше садово